Александр Николаевич 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 поселение. Наше поселение, оно, наверное, всегда было очень близко к Москве. С трех сторон окружено Москвой. И получилось так, что мы, наверное, одно из самых активно развивающихся поселений. Но за четыре года произошли большие преобразования. Все вы видите, строятся новые микрорайоны. То есть это микрорайон Солнцевый парк, Переделкино-Ближняя, Самолет-2016, Рассказово. Введено в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилой площади. Кроме жилой площади, у нас существенно поменялась, конечно, и социальная инфраструктура. Построено пять детских садов, две школы. Школа, которая в этом году сдана в район Переделкино-Ближняя на 1650 мест. Это самая крупная школа на сегодняшний день в Москве. 1 сентября в школу пошли 1 сентября в школу у нас пошло 395 первоклассников. 14 первых классов для нашего поселения это такая, ну, значимая величина. Поэтому, если мы раньше считались маленьким сельским поселением, то теперь получается это молодой город, можно сказать. И вот я считаю, что вот те перспективы, то, что мы видим и результаты развития, которые сейчас происходят, конечно, они заметны. В этом году хотелось бы отметить, что к нам пошел общественный транспорт. Начал реализовываться проект, который мы долго ждали по реконструкции из Варенской школы. В следующем году будет реализован проект за реконструкцией котельной. Это реконструкция старых объектов. Я не говорю сейчас про новые. Вы новые знаете районы, знаете то, что там происходит, какая активная застройка идет. Но я хочу, чтобы не забыты и наши старые сельские населенные пункты. В этом году мы закончили план по наведению порядка на территории сельских населенных пунктов. И хочу сказать, что во всех населенных пунктах, там, где жители выразили свое мнение и обратились с желанием обустроить детские и спортивные площадки, в этом году эти работы практически закончены. То есть во всех населенных пунктах у нас установлено асфальтовое прокрытие. Грунтовые дороги у нас на территории поселения больше не существуют. И вот это развитие старых населенных пунктов и новых микрорайонов, конечно, мы должны понимать и поддерживать. И наша с вами задача, чтобы это развитие шло сбалансировано. То есть мы не должны забыть наши исторические корни. Мы должны гордиться теми населенными пунктами, которые есть у нас на территории. Это, конечно же, всемирно известный городок писателя Переделкино, и поселок Внуково, и поселок Минништорга, и Зварина, и Лукино. У всех есть своя история. Все они по словам и кровобытными. Я считаю, что наша с вами общая задача, чтобы было комфортное существование на всей территории нашего поселения, чтобы было комфортное проживание и соседство и сельских населенных пунктов, и новых городских микрорайонов. Решите еще утвердить регламент. Значит, сегодня нам будет продемонстрирован фильм, то есть это будет презентация проекта в видео. После этого Александр Анатольевич выступит в докладе с основным до 15 минут. мы приступим к обсуждению проекта. Обсуждение будет проходить из зала. Каждый из вас имеет возможность задать вопрос. Вопрос предлагается принимать до полутора минут. Ответы на вопрос и разъяснения до двух минут. Провести сегодняшнее собрание планируется в течение двух часов. один присутствующий задает один вопрос. Я думаю, что тогда все могли учить ответы. Разве не читать это вопрос? А предложение только письменно или можно будет скажем так в доске? Значит, еще раз повторяю. То есть у вас у всех есть на руках анкеты, которые можете задать и передать секретариат. Кроме этого, все ваши предложения, вопросы будут включены в протокол. И которые прозвучат на сегодняшнем собрании и соответственно которые поступят потом в течение семи дней после сегодняшнего собрания. Объясню немножко, точнее, мне было бы легче не писать, а говорить, показывая на карте. И это все будет включено в протокол. То есть форма не вопрос, а вот именно предложение, вместо вопроса предложения можно делать? Да. Предлагаю тогда приступить к прослотру презентации. моменты. Okay. Продолжение следует... 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 Проект планировки территории расположен между Боровским шоссе и Киевским шоссе, также между территорией аэропорта Внуково по центральной улице и территорией районного переделки. Следует отметить, что в границе разработки проекта планировки входят части трех поселений. Это поселение Внуковское, поселение Московское, а также часть поселка Внуково, западного округа. Жилищный комплекс Рассказово, строящийся сейчас в настоящий момент, вблизи деревни Рассказово-Границы, проект планировки не входит. Во время прохождения экспозиции, которая проходила в здании администрации поселения, многие жители интересовались, появится ли у них новая какая-либо жилая застройка. Хотелось бы сразу разъяснить, что в нашем проекте никакой новой живой застройки на территории поселений нет. Наш проект предлагает на территории поселения Внуково, Внуковское, развитие только общественных объектов. Можно следующий слайд? Здесь мы видим, что мы хотим получить в нашем поселении и на соседних территориях поселения Московское и поселка Внуково. У нас на поселении Внуковское появляется новый детский садик на 300 детей, расположенный в зеленой зоне, вблизи улицы авиаконструктора Петляково. Также у нас появится новая школа на тысячу мест. Рядом со школой, где мы все здесь вместе собрались, будет еще одна. Также хотелось бы отметить, что мы в нашем проекте предлагаем строительство отдела здания полиции, расположенного на выезде из Солнцевого парка. Будет здание полиции. Также рядом с выездом из Солнцевого парка предлагается многоярусный гараж на 1380 машинных мест. На территории между съездом Сборовского шоссе и деревней Шельбутова предлагается общественная застройка. Там появятся такие объекты, как технопарк, бизнес-центры, гостиницы, а также зоны отдыха. Многие жители высказывали неодобрение существующих очистных сооружений, которые рядом, недалеко здесь расположены. Многие знают неприятные запахи, которые там расположены. Это очистные сооружения Солнцевого парка. Нашим проектом предлагается ликвидация этих очистных сооружений с переключением на централизованную систему курьяновских очистных сооружений. Также, наверное, жителям будет интересно узнать, что у нас на прилегающих территориях расположено поселение Московского и поселка Внука. Там появится тоже, предлагается только общественная застройка. Появится больница, многофункциональные развлекательные центры, медицинский центр, поликлиника. Появится все-таки новый велодром, современный такой. И интересный объект появится, это конроспортивный клуб, что тоже как бы будет все играть и для жителей поселения Внуковское. В рассматриваемой территории, границах, слабо развиты дороги, проезды. И возникла такая необходимость реконструкции улиц. Можно следующий слайд попросить? Реконструкция улиц как в поселке Внуково, это вот коричневый цвет обозначено, в поселении Московский, а также в поселении Московский и поселение Внуковский. Также нашим проектом на перспективу закладываются коридоры под новые дополнительные проезды. Они здесь обозначены желтым цветом. Это вот это. Также вот проходит вот этот коридор и так новопеределки. Многие уже, наверное, слышали, что через нашу территорию проходит дорога, предусмотренная ранее разработанной документацией. Называется Солнцево-видное Бутово. Вот она на нашей схеме. У нас получается возможность обеспечить дополнительное транспортное сообщение с территории Москвы через эту дорогу. Таким образом, в нашем проекте мы имеем реконструируемые улицы, проезды, дороги. Также закладываем новые проезды, улучшаем выезды на Киевское и Боровское шоссе. Также имеем дополнительный вариант сообщения с новой Москвой через эту дорогу. Одна из главных наших задач проекта планировки являлась, можно следующий слайд попросить, является это сохранение и развитие Ульяновского лесопарка. Проектом планировки предлагается организация семи парковых зон. Это вот здесь, где деревья, велосипедики. Это парковые зоны. Общей площади около 300 гектаров. Эта территория будет полностью благоустроена. Будут создаваться пешеходные дорожки, велодорожки, освещение, спортивные площадки, детские городки. Также зоны покойного семейного отдыха. Другая часть Ульяновского лесопарка предлагается к сохранению в первозданном виде. Также еще хотелось бы отметить нашу реку Ликова, которая проходит по нашей территории. Мы о ней тоже не забыли. И вся пойма реки Ликова проектом предлагается к благоустройству. Будет вся территория благоустроена. Территория вблизи реки Ликова, вблизи деревни Пыхтина. Эта часть предлагается к благоустройству парковых зон вдоль реки, организация пешеходных набережных. Зон, опять-таки, отдыха и прогулок. Таким образом, благоустроенная территория этого пруда, также завершение строительства храма рядом с плотиной, создаст хорошее, благоприятное место, притягивающее жителей наших поселений к этому месту. Что еще хотелось бы отметить? Преимущество нашего проекта какое? Это близость метро «Сказыка», которая скоро завершится и будет работать. И все мы будем ездить уже на метро из Внуково практически. Ну вот, скажем так, таким образом мы видим наш проект. Мы его видим интересным и нужным для жителей. Хороший проект. Спасибо за внимание. Спасибо. Вот мы прослушали сейчас ваш доклад. Мне хотелось бы добавить немножко, что вот это как раз и говорит о том, что рассматривается территория, территория трех поселений, ну трех районов, будем говорить так. И вот здесь, получается, решаются совместные общие вопросы соседские, да? То есть соседние районы, они должны быть, да? Я бы хоть понятны. Просто территория как бы поселений, это они все-таки исторические. А здесь мы говорим именно, что вы говорите, о планировочной организации и как бы соседство территории. Они вот обремлены Киевским шоссе, вот так сформулировалась именно планировочная организация нашей территории. И она вот должна жить вместе, бок о бок. Спасибо. Ну, я хочу добавить, что тогда мнение проектировщиков и мнение Совета депутатов у нас во многом, получается, тоже совпадает. Прежде чем приступить к обсуждению, еще раз хочу напомнить, что все вопросы задаются в микрофон. Один выступающий задает один вопрос. Кто будет желать выступить, поднимает руку. К вам подойдут сотрудники и предоставят возможность каждому из вас выступить. А сейчас я хочу попросить предоставить слово Гусеву Александру Константиновичу, главе поселения Внуковского. Добрый день, уважаемые жители. Так хочется сказать, поселенцы, потому что поселение-то внуковское. Здесь собрались именно те, кто имеет непосредственно отношение к этой территории, которую сейчас проект планировки представлен. Жители, сотрудники предприятий, которые размещены здесь, и люди, которые имеют собственность на данной территории. То есть непосредственно заинтересованы, что и как у нас дальше будет продолжать. Ну, изначально хочу сказать, что над данным проектом планировки совет начинал работать практически год назад. Мы ездили в архитектурную мастерскую, которая начинала его делать. Свои предложения высказывали уже тогда. И большая часть этих предложений была учтена при разработке. Поэтому у совета, у депутатов больших каких-то возражений, нареканий не было. И мы принимаем этот проект. Депутаты рассмотрели. В принципе, одобряют, хотя мы не принимали такого решения. Вроде бы это и нет необходимости. Но данный проект отвечает всем требованиям, которые были нами предложены в мастерской. Единственное, что хочу добавить. Да, совет рассмотрел. Четыре предложения, чтобы внести в проект, мы приняли как предложение совета. И если сейчас мне дадут, я покажу, где и что мы, какие предложения приняли. Значит, вот здесь вот в проекте дорога, которая бы соединяла микрорайон Солнцевый парк и поселок аэропорта Внуково. Но запланирована здесь большая зона отдыха для жителей Пыхтиной, для жителей Солнцевого парка. Детские площадки расположены практически рядом с дорогой. И нам не хотелось бы, чтобы сквозное транзитное движение было. Мало ли что, дети, ну вы сами понимаете. В этой зоне мы предлагаем сделать все-таки стоянку, чтобы те, кто на машинах подъехал, могли оставить свой транспорт и не загромождать вокруг. Второй момент, который мы предлагаем, это въезд, здесь пешеходный переход через Боровское шоссе и участок, который в свое время Мортону был без согласия с советом передан в аренду для строительства многоярусной гаражной стоянки и административных общественных зданий. На сегодняшний день Мортон ликвидировался, передал свои права другой организации. И мы предлагаем передать нам этот земельный участок для организации там, рынка выходного дня, о котором очень много говорилось. Даже если земельный участок нам не передадут, мы будем все равно наставить, чтобы там был организован этот рынок. Следующее наше предложение. Вот здесь вот санаторий 14, так называемый. Там есть два жилых дома, которые раньше были ведомственные дома, территория была объединена одним видом разрешенной использованием земли здравоохранения. И оказалось, что жители ущемлены в своих правах. У них вокруг дома нет территории придомовой, которая обязана быть. Мы вносим предложение, чтобы на этом участке в тех границах, которые разработаны администрацией, это придомовая территория, был изменен вид разрешенного использования на обслуживание многоквартирных домов. И последнее наше предложение, это вот о том детском саде, который говорили, который находится вот здесь вот в лесном массиве. Мы предлагаем его перенести ближе к улице Петляково, чтобы в лесном массиве не вырубать лишние насаждения, коммуникации, чтобы строительство было. Там с одной стороны уже имеется детский сад, но будет еще с другой стороны детский сад. Это все нормально и логично. Что было учтено нашей просьбой? Вот когда говорил представитель проектировщика, что вот эта дорога, она здесь, коридоры пока запроектированы, это было, когда стали строить Валуевское шоссе, и мы посмотрели, очень большая нагрузка ложится на деревню Раскадовка, потому что проезжает через нее. Мы просили сделать выезд вот мимо микрорайона Раскадова на Новоорловскую улицу, чтобы чуть-чуть разгрузить и Боровское шоссе, и деревню Раскадовка, и обеспечить дополнительный выезд из микрорайона Солнцево-парк по этой дороге в сторону Москвы. Ну, как видите, это учтено. Когда эта дорога может быть построена, пока непонятно, но если будут создаваться проблемы с выездом из наших микрорайонов, я думаю, вопрос будет решаться, оно уже будет внесено в Генплан. Что еще хотелось бы сказать? Вот есть территория, которая сейчас организация Сильстар, ну, к нам приходили и задавали, почему-то там завозят много земли, грунт, там частично строительный мусор, это собственник. Он согласовал свои, значит, вот эти работы с организациями, которые согласовывают, там разрешают и Роспотребнадзор, Роспотребнадзор, и природа пользуются. Там должна быть административно-общественная зона для аэропорта Внуково. Будут строиться апартаменты, мини-гостиницы для тех, кто обслуживает аэропорт, там экипажи и прочее. Плюс должны были здесь быть застроены учебные заведения, складские. Но на сегодняшний день, вот мы смотрели и консультировались тоже со строителями, на том земельном участке, на которое навозили почти 10 метров, а то и больше грунта, строить в ближайшее время ничего не получится. Но вид разрешенного использования остается тот же, чтобы они не могли ничего делать. Что благо для наших жителей и для нас? На самом деле сохраняются все здесь в проекте застройки одноэтажных. Деревни все сохраняются, ничего там не планируется, никаких многоэтажных застройок. Там вид разрешенного использования индивидуальной жилищной строительства. И благо для нас еще в чем? После утверждения и внесения в генплан Москвы всех этих, значит, утверждения данной проекта планировки территории, не надо будет жителям в случае, если они захотят перестроить дом или еще что-то делать, получать по длинной цепочке ГПЗУ, то есть генеральный план застройки земельного участка, проходить все согласования, это будет упрощение, ну, в разы. То есть для жителей это тоже большой-большой плюс. Ну, если касаться не только нашей территории, что уже сказали, ну, тем, кто живет здесь, они знают, это бывшая территория Ульяновского лесопарка, там, где была пилорама, и складировались все эти, ну, вывозили и падший лес, который упал. Вот, там будет вот этот спортивный комплекс, конно-спортивный, плюс физкультурно-оздоровительный и какая-то мини-гостиница. То есть вместе с прудом обустроенным, это будет большой-хорошей зоной воздуха. По поводу лесов и прочего, что мне хотелось сказать? Вот уже лет 25 практически наши леса в округе не вычищались. Если раньше были лесничие, были лесники, которые ходили, приезжали бригады, вычищали лес, то сейчас это не делается. И вот этот проект предусматривает всю территорию нашего поселения сделать практически парковой зоной, которая будет обслуживаться, которые за ней будут следить. Если есть необходимость, она такая есть, вместо деревьев, которые уже побиты этим короедом, сухостой стоит, будет высажено большое количество новых зеленых насаждений, которые не будут подвержены этому, то в ближайшее время после реализации там будут просто замечательные парковые зоны, а не тот лес, в который войти нельзя. И вот к нам приходили, планировали, ну, молодые ребята говорят, лыжню делать, еще что-то. Вот сейчас в этом лесу практически делать нельзя. Кто помнит лет 30 назад, были дорожки по лесу, по которым можно было ездить, сейчас все заросло, этого нет. Вот будет восстановлено, но в более хорошем, в более удобном виде. И добавлю немножко не по этому проекту территории планировки. Вот Боровское шоссе уже начнем практически в следующем году его устраивать. То есть там будут тротуары, это подходы со стороны Солнцевого парка. Старое Боровское шоссе. И велодорожка будет. А лесной массив на той стороне, напротив Зельгроса, там будет вот первая ласточка, обустроенный парк, в котором будут детские развлекательные там тематические парки. И фейнбольные для молодежи, что они просили давно у нас. И панда парк планируется. Лазер так, ну, там все будет, в принципе. И вот сейчас идет проектирование этого парка. Надеюсь, что в первом квартале мы его представим, на сайте выложим. Ну вот у меня, пожалуй, по развитию этой территории пока все. Следующий этап будет в следующем году. Это территория, которая у нас. Это та сторона Боровского шоссе, Боровского шоссе до железной дороги. Ну, там тоже, надеемся, будут учтены все наши предложения. Вот. И с наибольшим комфортом должны мы разместить все эти вот новые, если будут, строения. Жилищного строительства многоэтажного на самом деле нет. Это вот учреждение. Это большая заслуга, это победа, я считаю, наша. Что ничего не будет на сегодняшний день сноситься для того, чтобы строить дома. Большое. Спасибо. Спасибо, Александр Константинович. Вы так всеобъемлюще рассказали. Я думаю, что у многих вопрос задает. Отпали. Отпали, да. Я хочу предоставить слово руководителю учреждения школы 17-88, Ездову Александру Анатольевичу. Спасибо большое. Ну, во-первых, мне очень приятно, что это обсуждение такое важное для поселения происходит именно в школе. И мы всегда рады принимать здесь людей. И, в частности, приглашаем во второе наше здание на улицу Ахматову... Ну, не отлично. Приглашаем в нашу школу на улицу Ахматовой на концерт всех мам, он будет... Ну, мам, бабушек, всех мы рады будем видеть, и пап, и так далее. В пятницу в 4 часа маленькие камерные концерты приходите, кто еще в школу не видит, будет возможность на школу тоже посмотреть. Я напомню, что образованию... Вот, так сказать, обучению детей в этом месте уже 160 лет мы будем отмечать в следующем году. Тоже будет такой праздник. В общем, можно понять, насколько здесь цивилизованное место было еще и до, так сказать, деменитого переделки. Если ближе к проекту... Ну, конечно, все очень здорово и замечательно, что будет и спортивная инфраструктура, и будет зона отдыха, которую, безусловно, мы сможем использовать и в образовательных целях, ясно, что дети изначальные школы смогут посещать на уроках окружающего мира этот самый Ульяновский детский дом участвует. Ну, действительно, можно только по краю пройти и что-то увидеть. И дети из детского сада смогут летом ходить в походы туда даже. Это очень здорово и очень привлекает. И вот, что касается очистных сооружений, которые исчезнут около школы, тоже, по-моему, очень здорово. Я буду просить, что эта скультура дольше находится с детьми на улице и начинать там только в ноябре заходить в здание с детьми, чтобы они больше были на воздухе, по крайней мере, дышали свежим воздухом во время урока физкультуры. На этом месте, конечно, раз она освобождается, если это можно добавить в предложение, тут пишут, да, спасибо большое. Там хорошо бы иметь физкультурно-оздоровительный комплекс для микрорайона. Ну, вот для района, потому что многие обращаются к нам в школу, просто мы пускали в свой спортивный зал, но он у нас загружен здесь полностью, просто вот все часы здесь заняты либо подсельцы, либо под уроки. Я прошу прощения тем, кому я отказываю, вот если будет фок, то, мне кажется, это решит ту потребность, которая в микрорайоне реально есть. А еще, если вот дальше двигаться, я не увидел никакого плавательного сооружения в микрорайоне. Есть замечательный, чудесный просто бассейн «Альбатрос», туда ходят наши второклассники в этом году и будут дальше ходить. И, Версан, на какие классы у вас ходят? Я забыл. С 1 по 6. И ясно, что скоро бассейн будет заполнен полностью, то есть мы там будем так довольно плотно находиться. И хотелось бы, чтобы еще какое-то плавательное место в таком современном развивающемся районе было, учитывая, что вот еще и переделки на ближний такой большой, строящийся, очень красивый район. То, что все так замечательно строится, вот я недавно переехал к какой-то район, подживу меньше трех месяцев. Но вот даже за это время видно, что все очень здорово развивается, это выглядит очень приятно. В так называемой старой Москве это вот так незаметно, там что-то появляется по чуть-чуть и капельками. А здесь, ну вот, такое ощущение того, что ты находишься в гуще событий, оно такое очень приятное. Но, тем не менее, что здесь смущает? Смущают дороги, естественно, дороги, видимо, смущают всех. А именно вот ширина дорог в микрорайонах, и как в переделке, так и в Солнцево, внутри проехать очень узко, машины стоят по краям. И меня здесь больше всего тревожит, естественно, жизнь и здоровье учеников. Дети выбегают из-за машины на дорогу, водитель не видит, и дальше происходит трагедия. Трагедии такие у нас происходят, и они здесь не редко, к сожалению. Вот в сентябре был сбит ребенок, который шел из школы вечером. Ясно, что если дороги останутся такими же узкими, то ситуация не улучшится. Расширение дорог кардинально здесь поможет. Надо было мне раньше думать. Хорошо, я буду стараться думать раньше. Спасибо большое за совет. Следующая проблема – это Боровское шоссе. Через него довольно мало сделано пешеходных переходов. Ну, а именно вот между школ... Ну, я меряю все своими школами, простите, между этой школой и между школами Ахматовой. Есть всего два перехода. Дети с разных сторон школы ходят. Вот вчера была сбита девочка на Боровском шоссе. Девочка Кристина. Слава Богу, что не так сильно она провела сегодня день в больнице, завтра вернется к нам в школу. Но ясно, что дальше ситуация будет только ухудшаться. И если не будет наддорожных, как они нам правильно называются, я не знаю, переходов, то такие трагедии будут случаться, независимо от того, сколько раз на школе будем рассказывать, потому что переходить нужно в положенный месяц. Если это положенное место расположено неудобно, дети, ну, будут их игнорировать. Ну, и тем более, что мы взрослые всегда тут готовы показать пример, как нужно перебегать Боровское шоссе в неположенном месте и перерезать лихо через все эти ограждения. Вот это там уже очередное мое предложение, я их не считаю, вы считаете. Спасибо большое вам. Нет, я не закончил, нет, простите. Я сейчас, еще две минуты, если можно, коротко. Дальше улица Ахматовой, которая сейчас будет насыщаться транспортом, и ясно, что по ней будут ехать машины интенсивных метро. Если на ней не будет пешеходных переходов и светофоров, то, опять-таки, наши дети будут находиться в очень уязвленной ситуации. Я прошу это тоже предусмотреть в плане, чтобы были достаточное количество пешеходных переходов и светофоров. Ну вот, там, может быть, мне это не касается, но, тем не менее, подкова, которая сделана на Боровском шоссе около Зельгроса, она уходит в никуда. Вот ее используют или не используют, я не знаю, в проекте не сумел обнаружить. И последняя вещь, которая волнует больше всего, это школы и сады. Школа эта переполненная, и мы, ну вот, просто уже не знаем, сколько смен нам тут делать, чтобы все дети могли ходить, никто не хочет сказать о второй смен, но вот скандалы по этому поводу продолжаются, и это наша большая боль. В плане, что школа запланирована, хочется узнать, когда. Вот такой простой вопрос, когда эта школа появится. То же самое сад. Вот мне больше нет сил смотреть в глаза родителям и говорить, знаете, выходите, пожалуйста, в сад отсюда, в Переделкино. Ну вот, я так больше не могу делать. Поэтому сад я хочу появиться как можно быстрее. Я считаю, что вот эти два объекта, школа здесь и сад здесь, и в Солнцево парке, я имею в виду, должны быть первоочередными в этом проекте. И последняя вещь, вот даже мне, глядя на то, что происходит здесь, совершенно неопытному директору в такой большой школе, уже очевидно, что школа на Ахматовой с тем количеством домов, которые так красиво около нее выросли, тоже окажутся скоро со второй сменой. И если часто начинать думать про проектирование школы в том микрорайоне, в Переделкино-Ближнее, то там будет ситуация точно такая же, как и здесь. И точно так же здесь администрация будет слушать про то, как мы не обеспечить детей местами. Вот это мое последнее предложение, извините, что так долго. Спасибо, Александр Анатольевич. У нас действительно получилось на целое выступление. Я на будущее хотел бы сказать, что, как вы договорились, согласно регламенту. Я на правах хозяева. Понятно, то есть я и не перебил вас. Но задано много вопросов, и на самом деле нам хотелось бы, чтобы поступили какие-то ответы. Ну, то, что касается дорог. Все знают ситуацию, которая сложилась в микрорайоне в августе месяце, когда застройщик устанавливал дорожные знаки, к чему это привело тогда. Хочу проинформировать, что работа продолжается. Я благодарю ту группу молодежи, которая собралась, которая участвовала в работе согласительной комиссии. Ну, это реально, как бы, вот, взаимодействие, получается, администрации было организовано с жителями, куда потом подключилась уже и префектура, и государственные органы, департамент транспорта, ЦОДД. К сожалению, мы стали, мы стали заложниками ситуации, то есть это и администрация, и жители. Были даны определенные обещания, но то, что произошло с застройщиками, конечно, внесло определенные коррективы. Работа продолжается. Если кого-то, ну, интересует Виктор Иванович, можете подойти, уточнить, на каком этапе сейчас. Все замечания, которые Морг там долго отказывался выполнять, сейчас он выполняет. И мы надеемся, что проект организации дорожного движения будет утвержден в декабре. После этого начнется реализация проекта. Но реализация проекта, я считаю, невозможна без открытия паркинга. То есть пока паркинг не открыт, запустить в полной мере знаки невозможно. Застройщик, к сожалению, попросил время для того, чтобы вникнуть в суть проектов, не только по организации дорожного движения, а по всей инфраструктуре. И я хочу сказать, что запланирована встреча, не могу обещать, чтобы не обманывать вас, но встреча будет обязательная. Куда будет приглашен застройщик, и где мы сможем получить ответы о более конкретных датах реализации начатых проектов и начала новых проектов. Это прежде всего касается поликлиники, полиции, школы. Садик это уже будет, это инвестиционная программа города. Вот этот садик, который мы сейчас слышим, который представлен в проекте, это входит в свои города Москвы. То есть и в 2017 году у него начнутся работы по проектированию, ну и, может быть, и начало строительства в конце года, если будет все сложиться. По расширению дорог, то, что и тут на разъездах, и по организации парковочных карманов. Буквально в двух словах. Мы хотели попробовать пройти по простому пути благоустройства, но в октябре месяце мы только смогли получить исполнительную документацию на инженерные сети микрорайона только в конце октября. И когда мы начали в нее вникать, с ее подосновой, ну вот для местных жителей будет понятно, вот особенно для ребят, да, от котельной входит питающий кабель, который доходит до 13-го дома у Петлякова и уходит на РТП. И вот вся эта зона, получается, то, что я первоначально планировал, без проектирования, без перекладки кабеля невозможно. Перекладка кабеля обойдется во много раз дороже, чем устройство парковочных карманов. То есть поэтому как бы там нужно думать. Следующая зона от 13-го дома и заканчивая, заходя за 4 сооружения, как бы до планированного парка. Там, как получается, откос. Этот откос мы хотим использовать, но это будет использоваться как раз для организации парковка к парку. Парк, как обещали, мы в этом году выполнили проектирование. И хорошо, что это наше мнение и проектировщиков, и депутатов, и жителей, они сошлись. Зимой 17-го года мы выйдем на первый этап, на планировку, на укрепление береговой линии, на формирование береговой линии. Это будет первый этап. Запланировано это уже утверждено Советом депутатов. Как это будет строиться на деньги поселения. Это будет действительно, я считаю, достойный проект. Вы можете с ним прийти и ознакомиться. Есть желание. Что касается по обязательствам застройщика, Александр Анатольевич, мы поднимали уже этот вопрос, и вместе с вами, когда вместе ходили, готовились к даче школы микроэйлопеределки на ближнее, и департамент развития нового территории там участвовал, и, конечно же, стоит задача о том, что не останавливаться на этой школе, и чтобы в 2017 году был заложен второй корпус школы микроэйлопеределки на ближнее. Школа будет точно так же на 1650 лет. Кроме этого, в этом году планируется, что, обещаю, что один детский садик будет сдан точно, ну и после Нового года, наверное, к женскому дню будет сдан еще один садик, то есть еще два детских сада микроэйлопеределки на ближнее. Но все вопросы, которые вы озвучили, они будут обязательно включены в протокол, и это как бы поможет нам вместе добиваться определенных результатов. Спасибо большое. Я предлагаю продолжить тогда наши вопросы и ответы. Давайте как бы будем соблюдать регламент. Вопрос, ответ. Школа, Солнце, Парк. Значит, давайте будем задавать вопрос в микрофон. Поднимайте руку, к вам подойдут сотрудники. Ну, сейчас, пожалуйста. Да, пожалуйста. Когда будет школа, Солнце, Парк? Школа, Солнце, Парк? Клиника, пожалуйста, еще подробнее. И участок, полицейский, полицейский, и еще почта. Четыре вопроса. Четыре станет. Значит, я вам уже попытался сказать, что встреча с застройщиком будет проходить у нас в этом зале. Я вам сейчас могу сказать предположительные обязательства застройщика. То есть финансировать на поликлинику уже открыто. Работы будут продолжены, будут вестись полным ходом. До конца не утверждено техника, как бы, материально-техническое обоснование, да, по медико-технологическое задание, да, то есть по оборудованию, которое должно быть установлено. И под это оборудование, соответственно, будет уже возводиться само здание. То, что касается отделения полиции, нет, давайте по порядку, значит, поликлиника, получается, строится. Школа, намечено, что она начнет строиться в семнадцатом году. Отдел полиции, он и первоначально был запланирован на восемнадцатый год, отделение полиции, но пытаемся ускорить его, чтобы оно перешло тоже в восемнадцатый год. А то, что касается почты, в двух словах, значит, почта, вопрос такой насущен, вы слышали, что предварительно, предварительно, в самом первом проекте четыреста квадратных метров было запланировано под размещение отделения почты России. Почта России отказалась, переговоры идут у нас довольно регулярно. Последнее, на что они согласились, даже с участием застройщика, Мортон опустил цены, то есть, они согласились на шестьдесят два метра, шестьдесят два и четыре, по-моему, квадратных метров, помещения. Сейчас они ждут выделения финансирования для того, чтобы приступить к клиентам на работу. Ну, то есть, это работа как бы иду. Я имею в виду то, что они согласились только на шестьдесят два квадратных метра. Нет, почта будет находиться здесь. Пекликово 21. Желтый микрофон, пожалуйста. Здравствуйте. Раз, раз. Меня слышно, нет? Да, да. Так, вопрос такой. Смотрите, вот нарисованная дорога через лес, да, от авиаконструктора Пекликова, и она дальше уходит, да, вот в сторону Озерной улицы. При существующей ширине уличной дорожной сети, ну, вы, по-моему, оговорились, да, вот когда в июле, там, в августе делали дорогу, закрывали летчика-грецевца. Соответственно, все ехали через мой двор, то есть, по существующей Пекликово, там очень узко. Там реально очень узко, там с двух сторон стоят машины. То есть, не создаст ли это, как бы, вот тут и про школьников говорили, да, угрозу жизни детей и здоровья пешеходов, потому что народ там сейчас летает, и вот эта вот дорога, которую вы планируете построить. То есть, это будет, как очередной очаг, там, не знаю, во-первых, это убьет лес, поскольку дорога рубит лес на две части, а во-вторых, это будет, как пересечение нескольких сразу правильных частей, где просто, ну, люди будут ставить, бросать машины, и там реально будет угроза жизни и здоровья, там, пешеходов, там, велосипедистов и других участников дорожного движения. То есть, вот я выхожу с таким предложением, от своего дома, поскольку житель этого дома перенести, сдвинуть эту дорогу либо там севернее куда-то, то есть, чтобы это не выходило на существующую уличную дорожную сеть, либо ее просто убрать, потому что это убьет лес, и все, что вы тут говорите об экологии, это все пустой будет. Представьте, пожалуйста, лес, лес, вы же были на наших обсуждениях, да, и когда мы делали объезд территории, вот единственное место, как раз, где можно делать парковку, это как раз вот этот угол Петелькова. То есть, больше другого места, получается, нет. Я вот как начал идти, то есть, кабельные линии, потом овраг идет, потом вдоль школы от стадиона, включая первый корпус и планированный корпус идет газопровод высокого давления, потом идет теплотрасса, и вот единственная зона, то, что мы могли бы войти сейчас на устройство парковочных карманов и организация парковки, это опять же территория, которая вот была за пределами, за пределами авиаконструкции Петелькова как раз в лесу. Вот эта дорога, которая здесь запроектирована, ну, проектирован проезд, да, я бы хотел сказать, что она как раз, может быть, и спасет микроем Солксов-парк. То есть, мало того, что она разгрузит деревню, рассказывает, но наличие этого проезда, мне кажется, оно позволит организовать дорожное движение, схему дорожного движения. Если мы уже сейчас на данном этапе говорим, что улица должна быть с односторонним движением, и вот наличие этого проезда, оно и позволит сделать односторонние проезды, которые будут более безопасны. Нет, она будет двухсторонней, а вот схему организации движения по микрорайону, вот тогда ее можно будет изменить. Это позволит тогда сделать и безопасный подъезд, и в школе, и в детским садам. То есть, тогда мы вместе с вами как раз и примем участие этого обсуждения. Вот, а кроме этого, еще одно дополнительное парковочное масштабо. Да, пожалуйста, зеленый микрофон. Добрый вечер, всем, дорогие друзья. Представьтесь, пожалуйста. Вот здесь хорошо, в Мехтатах, Игорь Агамович, житель деревни Рассказовка. Ну, просто житель деревни Рассказовка, Митакова Игоря Агамовича. С Рассказовки. Вопрос, где, конечно, это интересно, хорошо, дай бог, это все осуществится, ваши задумки, и мы в этом, конечно, тоже поддержим, где можем, как нужно. Интересует дублер вот этот МКАД. Вы понимаете, мы с вами разные темы разговаривали, и здесь вся наша сторона, которая ближе к переделкам. Как затронет деревню этот дублер МКАД? Какие сносы? Когда? Чего готовится? Жить 10 лет уже за ней уже надоело. Определите что-нибудь конкретное. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вопрос, действительно, который два года уже нас сильно интересует не только жителей деревни Рассказовка, но и районные переделки на Ближнее, а постановлением 957 и 28 декабря утвержден коридор красных линий. И вот в представленном проекте мы видим мы видим вот этот коридор, где должна пройти эта трасса. Технического рабочего проекта его еще не существует. И это вот впереди, поэтому сказать, в каком объеме там будет действительно сноситься дома мы пока не можем. Так же, как и не можем по сроку сказать. Давайте, зеленый микрофон. Добрый день. Степан Аклеб Алексеевич, житель Солнцевого парка. У меня два вопроса к проектировщикам. Во-первых, почему на месте реконструированных сооружений очистных нельзя построить детское дошкольное учреждение. Вместо этого предлагается в СНТ-тону сносить лес и, соответственно, строить через СНТ. Это первый вопрос. А второй вопрос вот все-таки по водоохраняемой зоне. Вы нарисовали проектированный проезд 426 через лес. При этом водоохранную зону вы сознательно ее укоротили. Там есть ручей, речка такая небольшая через весь лес протекающая. Однако вы, соответственно, нарисовали ее начиная с забора Брестоль начинающейся. Вот проектировщикам будет учитывать, соответственно, поскольку данная речка в ручей питает все-таки озеро в деревне Лапшинка, также вот эту водоохранную зону и, на мой взгляд, дорогу вот этот через лес проходящий проектированный проезд 426 нам, в принципе, здесь не нужна. Она лишит жителей нашего поселка единственное место отдыха. Я сам, как житель, два раза в день гуляю в этом лесу. Если там появится четырехполосная трасса, которая у вас запланирует коридор, несмотря на того, когда вы собираетесь все строить, это просто приведет к уничтожению всего леса. Там и белки водятся, и, собственно говоря, и зайцы недавно видели, любые виды птиц. И вот этот проезд в принципе не приведет к разгрузке транспортного нашего поселка, а приведет только к транзиту от солнца в бутыл видного в район Глупого города Москвы. Таким образом, у нас мимо школы повысится количество людей, которые проезжают еще транзитом, что повлияет на безопасность дорожного движения. И так, собственно говоря, через лес, который все сейчас на настоящий момент используют как место отдыха. У меня вот эти два вопроса, и я выступаю не как один, я прошел, специально просил жителей, которые используют сам лес, по петиции против строительства дороги на настоящий момент записал 312 человек, и у меня тоже письменные замечания, я хотел бы в комиссии протокол представить против те жители, которые в Солнцевом парке проживают, против строительства данного проектированного проекта. Спасибо. А по остальной части проекта вы согласны? В остальной части проекта, я знаете, как считаю, подхожу, вот мы живем в Солнцевом парке, я считаю, что обсуждать проект Внукова там, за или против, пускай это решает те жители, которые там живут. Спасибо. А не те, которые живут в Московском, нас интересует на территории, которая застрадивает нас, в Солнцевом парке, Сенте-Конус, Карачаровец и так далее. Я считаю, что снос единственного зеленого наслаждения, которое у нас существует, неважно для какой цели, дошкольное учреждение, либо дорога, в принципе, нельзя обсуждать. Потому что у нас мэр города говорил о том, что это зеленый и легкий москутный. А мы сейчас предлагаем там построить четырехполосную трассу. Спасибо. Спасибо за вопрос. Александр Анатольевич. Да, по поводу участков на месте сноса очистных сооружений, которые мы нашим проектом ликвидируем, вопрос интересный, как бы логичный, но там есть какие-то определенные тоже у нас ограничения по техническим зонам, потому что инженерные коммуникации все равно будут проходить и там так нельзя сказать. Но предложение интересное, его возможно рассмотреть. По поводу дороги, которая идет через лес, Павел Алексеевич рассказывал вам вот эту схему, которая возможно работать в дальнейшем, что в перспективе эта дорога не понадобится. И она действительно нужна будет. и транзит никоим образом не предполагает ее использовать как транзитную дорогу. По поводу ручья, я не знаю, просто на этих материалах, которые здесь у нас представлены, он действительно маленький, мы его не сможем увидеть, но никоим образом эта дорога не проходит по ручью. Ну на самом деле будет сомнение. Я добавлю что-то начинается на стороне прохлада на Москва. хорошо услышали вопрос, я просто добавлю, что это ливневая система, которая сделана вот в дому деревни Рассказовка, и функционирует она в период дождей, то есть когда собирается ливневка со дворов чаще всего. То есть если сухая погода, то он просто пересекает. Желтый микрофон, пожалуйста. Мальян Сергей, поселение Внуковска, я живу в этом поселении всю жизнь, сейчас являюсь председателем молодежной палаты. Вот от лица молодежи я счастлив, что такой проект реализовывается, потому что постоянно приходится ездить на велосипеде кататься в Москву, в Парк Горьков, еще куда-то, хочется где-то здесь это приобрести, чтобы можно было доехать. еще если от Абабурова сделать дорогу с кладбищем, там 100-150 метров всего сделать, чтобы можно было на велосипеде из Абабурова сразу же выехать, отъезжая к кладбищу и добраться до этого парка без Боровского шоссе. Вот. Это я лично вам хотел бы сказать. Второе. Мне не нравится в этом проекте единственное, что не описаны футбольные поля, потому что переделки на порядке 20 футбольных полей у нас вообще нет. хотелось бы отметить, чтобы вот в этом проекте там вот здесь зеленое насаждение парка, чтобы хоть какое-то одно-два поля было. И 427 проект там вот дорога идет, ведь ЖК рассказывал, там есть пруды. Вот хотелось бы отметить, что вот эти пруды они естественные, чтобы дорога не шла именно прямо по ним, а чтобы обходило, чтобы они остались, там парк еще будет. Конечно, пруд в парке это очень красиво. Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, начнем с прудов. Пруды сохраняются, то есть согласно плану, проекту планировки ЖК рассказывал, там планируется сделать как бы не зоопарк, но мини-зоопарк, то есть сохранение этих водоемов. Дорога должна пройти мимо них. То, что касается велодорожек, ну, Сергей правильно отметил, это будем называть что-то тренд, который у нас сейчас развивается. Все дороги, которые запланированы, они все будут оборудованы тротуарами и велодорожками. Кроме этого, мы делаем упор в тех проектах, которые мы сейчас стараемся реализовать, что создание вот этой, не просто комфортной, а спортивной и здоровой среды на территории поселения. Потому что та пешеходно-тропиночная сеть, которую мы сейчас проектируем, от микрорайона Солнцево-парк до метро Рассказовка, она будет предусмотрена, конечно, с устройством велодорожки. И будем планировать, чтобы веломаршруты, которые должны охватить всю территорию и Абабурово, и Внуково, и городок-писатели Переделкино, заказывать Переделкино-ближнюю и Солнцево-парк. То есть, чтобы это была доступная, комфортная среда. То, что касается футбольного поля, вот сейчас работы по реконструкции излайнской школы ведутся, то есть там будет полноценный стадион. Это то, что будет тут, то, что уже проводится. Спасибо. Желтый микрофон. Сейчас, сейчас, сейчас. Добрый день, Сорокин Илья, деревня Пытина. У меня к вам несколько вопросов. Когда вы, наконец-то, отремонтируете наш мост, который все съезжает в сторону речки, тоже наклонился так, что года два и он рухнет. Запланировано ли это в проекте планировки парка? А также, вы говорили про дорожную сеть. У нас есть предложение организации кругового движения на выезде из деревни Пытина, Солнцево-парк и Боровского шоссе. Места занимает мало, но всем будет намного лучше, нежели 4 километра объезжать из Солнцево-парк в Пытина-Поборовском шоссе. Спасибо. Спасибо. Вопрос к понятиям. Мы действительно рассматривали возможность строительства кругового движения. И Мортон тоже разрабатывал проект, их было несколько. Там планировалось два круговых движения. Один как раз на въезде в деревню и второй, то, что Александр Анатольевич задавал вопрос, вот этот мост никуда. Хочу отметить, что вот в этом проекте, который Александр Анатольевич докладывал, участок Боровского шоссе от въезда в деревню Пытина до санатория 14-го включен в проект. Это реконструкция Боровского шоссе уже запланирована. И работы должны начаться в 17-м году. Это получается новое Боровское шоссе. Старое Боровское шоссе это мы говорим про пешеходно-тропиночную сеть и те работы, которые могут начаться на Староборовском шоссе после того, когда мы примем муниципальную собственность. Сейчас это получается собственность города. А то, что говорил Сергей, это получается выезд из деревни Пытина напротив заправки. Вот этот участок Нового Боровского шоссе от въезда до санатория, то есть он попадает в реконструкцию. Так же, как и улица Новожилова, которая пройдет вдоль паркинга. Это вот как раз захватывает микрорайон Солнцевый парк. Это въездные группы, это соединиться с дублером Внуковского шоссе, который пройдет от переезда в Внуково по улице Железнодорожной вдоль Железнодорожного полотна и выйдет по лесу на вот эту развязку. То есть вот это будет единый комплекс. Мостик. То, что касается мостика, мы его включили в реестр безхозяйных объектов, то есть как бы мы на него заявили свои права, оформляем и будем ремонтировать. Попланирую, что в семнадцатом году. Давайте берем микрофон. Добрый вечер. ДСК Мичуриня, Черненко, Виталий. Хотел бы заявить о серьезных возражениях против той части проекта, которая относится к Ульяновскому лесопарку и вблизи деревни Рассказникова. Поскольку вот вы видите, вроде бы по проекту все это делалось с целью сохранения зеленого каркаса, но на Ульяновском лесопарке в буквальном смысле ставится крест вот этими двумя дорогами, которые друг друга пересекают. Существуют варианты изменения трассировки, которые могут сохранить Ульяновский лесопарк в этой части и одновременно позволят решить проблемы с организацией движения, которая вот эта схема вызывает. Подробнее останавливаться не буду из-за недостатка времени. Обращаю внимание участников и организаторов, что публичные слушания должны были быть проведены по проекту планировки линейного объекта, но они проведены не были. Поэтому считаю нецелесообразным утверждать проект планировки территории в этой части, которая сопряжена с деревней Рассказовкой и трассой Солнцева будто увидная, а провести отдельное публичное слушание, как и положено по закону. В остальной части проекта наши возражения не касаются. Солнцева Спасибо. Спасибо, Виталий. Альберыч. Можно минуточку внимания? Как предложение услышали, Виталий Альберыч, ну вот можно мне вопрос немножко так. Мы с вами вот эту тему обсуждаем уже полтора года. Мы рассматривали ее буквально в октябре еще тоже. Но официально предложения нет. Ну официально нет. Мы с вами ее рассматривали. Мы с вами потом договорились, что вы свое предложение направите в Москву архитектуру. Вы направили? Но мы же договорились совместно встретиться и подготовить на садик. Мы как раз в октябре обсуждали. Мы видим это. Я просто, чтобы люди немножко поняли. Вопрос полтора года с вами обсуждается. Павел Алексеевич, в какое время вы готовы встретиться, для того, чтобы мы обсудили и приняли какой-то совместный план? мы с вами встречались регулярно и готов еще раз встретиться. То есть ваше предложение включены в протокол сейчас. Давайте дополнительно потом еще встретимся. Двух недель тогда встретимся. Хорошо. договорились. Павел Алексеевич, конечно, это все хорошо, там, зона отдыха, все это прекрасно. Но куда денется вонь, который идет с нашей оврага в речку Ликова. Там пройти невозможно. Я вот представляю себе в зоне отдыха и все противогато. И вот культурально еще по деревне. Хорошо. Полю вопрос. Значит, то, что касается загрязнения реки Ликова. Вот, Александр Дмитриевич у нас староста деревни Ликова. Я хотел попросить, Александр Дмитриевич, о очистных сооружении, которые на деревне расположены. Знаете? Да. Ну, в празднике случилось. Они там засыпали чего-то, а потом обратно вонь пошла. Вот. Значит, могу проинформировать, что реконструкция очистных сооружений аэропорта Внукова включена в адресную программу на 2017 год. На сегодняшний день они просто не работают. Я такой противогаз уже покупал. Нет. Вопрос рассматривается много раз. То есть, проводили заседание в префектуре, с привлечением контрольных надзорных органов. То есть, решение о том, чтобы доделать их и запустить в эксплуатацию уже принято. То, что касается организации тротуаров, то есть, вопрос на Совете депутатов уже рассматривался, вопрос тяжелый. То есть, мы берем на себя как бы ответственность за городские дороги. Если раньше мы отвечали только за дороги в сельских населенных пунктах, то сейчас мы берем уже за магистрали. Вот. Поэтому это требует особого финансирования. Мы не смогли взять на себя обязательства в этом году. Согласие города, согласование управы новопеределкина предварительные есть, то есть, работа продолжается. Мы планируем взять дороги на баланс поселения, и тогда мы сможем сделать эти пешеходные дороги. давайте продолжим тогда. Я вопрос к разработчику, проектировщику. Представьте. Сергей Медведчик, деревня Пухтина, житель деревни Пухтина. Значит, мы в проекте у вас увидели прекрасные моменты об озеленении реки Ликова вдоль деревни Пухтина, все это красиво, отлично, нам нравится. И в принципе проект нам весь нравится. включая дорогу, дублер МКАД, он обязательно должен быть. Потому что на ближайшее время по Боровскому шоссе проехать будет вообще невозможно. Вот когда полностью заселят, но переделки на ближние, Внуково новое строительство визварино ведется, все, ездить невозможно будет. Поэтому МКАД, его еще 10 лет надо было построить назад. Вот этот дублер. Но у меня вопрос вот такой. Значит, вы говорили про комплексное благоустройство, о сносе очистных сооружений, чтобы вон еще вон не было ничего. Все хорошо. Вот благоустройство. Где у вас в проекте, значит, вы ничего не сказали про канализование и водоснабжение деревни Пухтина. 10 лет ждем. К сожалению, администрация решить не может, префектура решить не может, что у вас предусмотрено в проекте благоустройства на этот счет. Александр Анатольевич, вам вот. Это не в проекте благоустройства предусмотрено, а в разрабатываемом инженерном разделе нашел проект планировки. когда деревня предлагается полностью должна быть обеспечена. Мы в проекте планировки это закладываем. Как каждый дом, на каждый участок что зайдет... давайте лучше я отвечу. Ну, это наша боль, реализация проекта по канализованию деревьев. А? Но на самом деле получается в ходе реконструкции Боровского шоссе город взял на себя обязательства это просто можно кто-то не курс чтобы довести до сведения по водоснабжению и канализованию наших деревень. Работы практически выполнены на 100%. В деревне Рассказовка вода есть, канализации пользуются неофициально. Я говорю пользуются неофициально. На самом деле она работает КНС-ка работает. А вы приехали, где она работает? Мы приехали. Ну, приехали. Готов приехать. Смотрите, там воно сочетать. Ее идет устроить тоже наш канализацию за руку. Ну, давайте я до конца расскажу. Вот. То, что касается деревни Ликова, то есть деревня Ликова, деревня Шельбутова, они получают услуги в полном объеме. То есть и водоснабжение, и канализование. А вот деревня Пыхтина, получается, она не получила ни воду, ни канализацию. В октябре месяце, то есть, ну, мало того, чтобы Мосводоканал совместно с Департаментом строительства города проводили несколько экспертиз, обследований. То есть подготовлены замечания, проведена экспертиза и оценка, составлены сметы были на устранение замечаний. В октябре 2016 года Департамент строительства объявил конкурсную процедуру на устранение замечаний, на которую не вышел ни один подрядчик. Департамент строительства пересмотрел сейчас документы. сумма увеличена до 140 миллионов и в феврале месяце до 60 даже уже и предварительно, то есть финансирование этого года уже они не смогли попасть, в феврале месяце будет конкурсная процедура по определению заказчика. Вот единственное, что могу сказать. Принять предложение о ускорении. Но давайте протокол включим, конечно, чтобы было понятно, что вот это развитие опять же инженерной инфраструктуры. Добрый день. Соловьёк Иван, коренной житель поселения Внуковское. В принципе, больше не вопрос, а предложение. Проект полностью устраивает. Единственный вопрос именно с дорогами, и я прекрасно понимаю, что это у всех больное, основной вопрос часто слышится, что вот здесь дорога не нужна, здесь не нужна. Я на протяжении этой жизни помню, какие коллапсы происходили с нашими дорогами. Когда было в Лекове строили развязку, кольцо, то есть было плохо, когда в отказовке расширяли дорогу, то есть всегда люди возмучались, но Странсков начинал, слава богу, у нас бизнеса. Сейчас у нас два застраивающихся микрорайона и третий, который строится, я просто боюсь, что если мы начнем сначала строить школы, больницы, да, это все хорошо, это все нужно, но если это будет первостепенно, то у нас просто поселение станет моё предложение дороги строить первую очередь. Спасибо, спасибо за вопрос. Ну, мне хотелось бы еще раз немножко сделать акцент, что действительно у нас планируется в 2017 году открытие станции метро Рассказовка, и схема движения автотранспорта и транспортные потоки, они могут реально кардинально поменяться, и поэтому проектировщики, я думаю, постарались как раз учесть этот момент, Андрей Алексеевич, пока пространство Рассказовка. Хорошо. В прошлом заседании Рассказовка был в прошлом заседании задавали вопрос по большой перехватывающей парковке, где она будет существовать? Не ответили. Понял вопрос, спасибо. Значит, перехватывающая парковка, которая должна быть около станции метро Рассказовка, она должна попасть в зону транспортно-пересадочного узла. На сегодняшний день проект транспортно-пересадочного узла Рассказовка находится в стадии разработки. В рамках данного проекта не рассматривается. В 18-м году уже будет открыт. Станция будет открыта, да. внести предложение Внести предложение на подъема шестерной смотрится и подъемы. Пождесят. Можно с линейкой лазерной? Да, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Меня очень сильно Михаил переделка на фигню. Меня очень сильно интересует, для чего дорога делается для Внукова Аутлэр. Дорога, собственно говоря, въезд и выезд на вот эту не совсем широкую дорогу может ее убить. Учитывая то, что у нас дополнительно здесь еще происходит выход, который нужно продумать. Если там банально ватнуть светофор, все это дело может встать. Мы видим, как на Киевке образуется большая пробка из-за того, что два ряда пытаются заехать на Московский. То есть вот эта артерия, она должна быть всегда свободной. Здесь будет метро, и на него будет Московский первый Московский город парк и прочее кататься. Второй вопрос, что вот это такое, я не совсем понимаю. Оно прошло по документам как что-то общественное. В данный момент я не совсем понимаю, что там есть. И завершающий вопрос, школы, да, строятся, садики строятся, немножко не хватает, но очень важный вопрос. Вот переделки на ближних, Анна Ахматова 4, 6, 8, а башня 299 квартир. Где наша пожарная часть? В Троицке, то есть вот у нас было несколько вызовов, благо, ну, они легко отделались, это Маршака 13 и ложный вызов, Анна Ахматовой, дом 2. То есть вот у нас есть пожарка, которая к нам не ездит, она вот здесь вот находится, она относится к залу, это понятно. Наша пожарная часть, Солнцево парк, огромный микрорайон, да, переделки на ближние, еще более огромный, судя по всему, будет по численности населения микрорайон. Мало того, 25-этажная дама повышена, ну, то есть, где пожарная часть? Спасибо, вопрос. Пожарная часть запроектирована в городе Московский, если я не ошибаюсь, там получается полтора гектара земельный участок и рассчитан, по-моему, на 8 расчетов. Земельный участок освобожден, начало строительства предварительно тоже 17 год. Это то, что приближается к нам. Ну, в случае необходимости, конечно, выезжают расчеты из других подразделений, в том числе и с улицы Федосина. То, что касается дороги на Внуково-Аутлет, я вам что-то подскажете? Хотя, со своей стороны могу сказать, что, видимо, вот эта дорога, она прежде служит для организации движения, потому что, когда проезжаешь по Киевскому шоссе, посетители Внуково-Аутлета, они же не могут развернуться там, там все встает уже сейчас. Я без микрофона, думаю, меня будет слышно. Когда ты едешь по четырехполосному Киевскому шоссе и проезжаешь в проблемное место в Московский, да, и ты едешь в среднем ряду и заворачиваешь на Би-Пи во Внуково-Аутлета, ты не создаешь проблем никому, и тебе это удобно. Если ты будешь занимать правый ряд, который забит теми, кто хочет проехать эстакаду и уйти на Московский, чтобы уйти вправо, а далее будешь занимать двухполосную, узенькую артерию для того, чтобы уйти влево, и оттуда еще дополнительно будут на нее пытаться выехать, это будет беда. Одно дело из Внуково-Аутбет, люди выезжают через Би-Пи, едут в сторону поворота на Внуково, проезжают на эстакаде раскручиваться, они никому не мешают. И совершенно другое на маленькую, узенькую артерию. То есть, за государственные деньги мы делаем удобный подъезд и дворы. Так. Вопрос понятен? Да, вопрос понятен, интересен. Давайте на ваш вопрос ответит специалист Института генерального плана города Москвы Сергей Ленин. Можно микрофон передать? Добрый вечер, жители. Спасибо вам большое за интересные вопросы. Чувствую, не зря сюда приехал, потому что вопросы транспорта, за которые я отвечаю, тоже вызывают у вас вопросы, требующие моих ответов. Касаемо вашего вопроса тоже вопрос интересный, обязательно его отразите, мы его еще дополнительно рассмотрим. Это тоже хорошее мнение. Но смотрите, как разработчик проекта планировки расскажу нашу логику. Во-первых, Outlet, управляйте меня, если я не прав, расположен вот он. По проекту планировки вот здесь размещается небольшой общественный центр, которому необходимо сформировать свой подъезд земле общего пользования. Это первый подход, формирование улиц. Второе, вы правильно говорите, как удобно с Киевского шоссе заехать в Outlet. Хотя, если честно, магистральные улицы первого класса, коей является Киевское шоссе, не является дорогой, с которой должен осуществляться въезд на территорию Outlet. Извините, что я... Извините, что я... Извиняюсь, там не происходит. Сейчас я договорю, сейчас секундочку. Нет, я сразу вас поправлю, вы уйдете далеко. Подождите, легкает! Давайте, мы подискутируем, я отвечу. Второй вопрос. Михаил. Вы рассказали все правильно, что въезд удобный, но выезд из Outlet, тот же Московский, без вот этой дороги неудобен. Нужно возвращаться, крутиться и так далее. Понимаю ваши опасения по поводу пробок на вот этой вот дороге, которая, в принципе, она ведет у нас, нужная ведет у нас к рассказам. Мы моделировали несколько вариантов. На самом деле, часы пик по загрузке вот этой дороги и часы пик работы Outlet совершенно не совпадают. Это утренний, вечерний часы пик рабочего дня, да? Outlet загружает у нас в выходные дни. И еще правильные ваши опасения по поводу вот этой вот развязки въезд в Московский. Совершенно верно знаем эту проблему пробок, которые на этом въезде, но не этот проект, а другие проекты, вот соседние, решают эту проблему. В частности, чуть-чуть севернее, где-то вот в этом месте, ближе к Москве, предусмотрен еще один въезд на территорию Московского, который распределит потоки и здесь будет, конечно, попроще. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Если нет, после собрания встретимся с золотверянием и подискутируем. Хорошо? Спасибо. Спасибо, Сергей Михайлович. Это выезд не из Солнца будет увиден, это между Московским и деревней Каркмазово, там, где выходит Солнце, будет видно, будет еще один выезд из Московского. И то, что касается пруда, это инвестиционный проект создания Карковых День. Я уточню, выше пруда находится здание. Выше пруда? Общественная застройка предлагается. Общественная застройка? будет. Это не будет... Ну, вот, учитель, последний предложение. Давайте посыл. Ну, почему нет? Хорошее предложение. Давайте вносить. Давайте внесем такое предложение, правда, свое, свое. Хорошее предложение. В общем, проект интересный, предусмотрено почти все. Но хотелось бы, чтобы вы предусмотрели и развлекательные центры, концертные залы, библиотеки, читальные залы. И при строительстве дороги Солнцева, Бутова, видное, сейчас жители деревни Рассказовка обеспокоены выступали, и я прошу вас тоже, а к жителям деревни Рассказовка, предусмотреть все возможные варианты без сноса домов. Спасибо. Спасибо. Есть предложение, соблюдать не два места. Не заканчивай. Внутри, пожалуйста, в порядке исключений. Продолжение, может быть. Вот до проезда 425, которые обсуждали, буквально, так что, а нельзя организовать односторонний выезд, допустим, за утлет, то есть вопрос заезда с Ивского шоссе, чтобы не послушать. Мне просто предложение организовать там односторонние движения. Что касается 426, вопрос с Сергеем Михайловичем. возможно, понятно. Ключи не задавали. Сергей Михайлович, спасибо за вопрос. Сергей Михайлович, готов обсудить с вами. Пожалуйста, следующий вопрос. Сергей, житель микрорайона Сонково-2. Я бы хотел задать вопрос по удалению отчистных сооружений, которые у нас в районе на крае нашего шоуста. Там сейчас находится насосная группа, которую поддерживает двигер через вот эту парковую зону. Хотел бы спросить, предусматривается какой-то установка дополнительного насосного оборудования для работы этого двигера или для его усиления? Потому что в его отсутствии двигер просто насосно засорился и вот эти злогонии они так останутся. И второй момент. Хотелось бы внести предложение все-таки против этой дороги, которая проходит по нашему лесопарку от нашего микрорайона. Хотелось бы внести предложение по устройству дополнительных выездов Солнцевого парка и реконструкции Старого Боровского шоссе для захоронения Ульяновского лесопарка. Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, мы его внесем в качестве комментариев. На самом деле снос локальных очистных сооружений наверное идея хорошая. И тут может получиться целый комплекс включая там школы, стадион, ФОК, а потом еще и парковая зона. Кстати, подразумевается мы не можем мы идем по объекту благоустройства, мы не можем строить больших строений, это будут только объекты благоустройства. Но это будут плоскостные парковки, то есть это плоскостные сооружения, это будет обязательно соответственно получается там каток, велодорожки, лыжная трасса, ну и прочий набор спортивных элементов. Вот, вопрос о том, что будут там эти дюки или не будут, если как бы примется решение и все это сейчас рассчитано и будет делать опять же, точнее, город, конечно, вся проблема эта будет снята. Я думаю, что мы сможем вас ознакомить, когда мы ее получим. Пожалуйста. Спасибо. Так, я житель деревни Щельбутова, даже староста, на этой колонии Монагарова. Значит, нас, вот жители деревни Щельбутова, конечно, очень волновал вопрос, что там отсыпают, что за отсыпку делают и вообще, что там будут делать. Теперь, конечно, мы самые первые поехали, познакомились с проектом, как-то это успокоило что-нибудь в жилой застройке, что будет деловая застройка. Но, вот, конечно, нам бы хотелось, чтобы отгородиться от этой застройки, потому что, если это будут склады, то это будет шум. И, конечно, самые ближайшие дома к этой застройке хорошо бы сделать шумовые, экраны. И вообще, забор, отгородиться забором от них нам бы хотелось. Вот, и еще, еще, конечно, я хотела бы выяснить, вот, обоснованность строительства дороги вдоль реки, вдоль полной реки. Все-таки там будет зона отдыха и будет дорога. Вот как это будет совмещаться? И еще одна просьба. Ограничить, конечно, движение грузовых машин по Большой Внуковской, если она будет соединяться с этим вот терминалом, с ласковым, с ласковым, с ласковым, с ласковым. Спасибо. Елена Николаевна, спасибо за вопрос. Токсан Константинович попытался уже рассказать. То, что сделал собственник со своим земельным участком, ну, оно не поддается никакой логике. Ну, строиться пока невозможно там никакое. Но то, что сделать ограждение и закрыть эту территорию, я думаю, что этот вопрос мы поддерживаем, будет договариваться с собственником земли в ближайшее время. Политивич, еще, для Василия. А ведь там, понимаете, растет бурьян, очень сильно растет на этой зацепи бурьяна. Поэтому будет ступостой, будет пожароопасный. Не, ну, это как раз вот ограждение позволит, как предупредитель. Пожалуйста. Здравствуйте. Значит, я внимательно слушала проект. Конечно, у проекта, как всегда, есть и сторонники, и противники. Есть положительные, отрицательные стороны. Я считаю, что если смотреть, вот, по пользе вообще рассматривать переезд в какую сторону, то проект надо принять, потому что все остальное это доработки или вообще не имеется такого отношения именно к данному проекту. И чего вы к этому собрали. И уже пора, наверное, заканчивать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нет, нет, нет. Мальчик 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 Здравствуйте. У меня вопрос к разработчику этой схемы. Пожалуйста, откройте предложение по транспортному каркасу, если это возможно. Сколько можно уже увидеть? Давайте вы откройте. Открыть нельзя. Давайте я говорю один. Меня зовут Максим Яблков, я представитель инициативной группы жителей переделки на ближние, жители поселения Внуковское. Значит, у меня следующее замечание по данному проекту. Давайте наблюдать порядок, пожалуйста. Во-первых, спасибо большое, вот как раз то, что я просил. Во-первых, я считаю данный проект просто преступлением против охужающей среды. Объясню, почему. Во-первых, мы, как видим, на этой схеме лес рубится на несколько несвязанных друг с другом частей. То есть, мы имеем, конечно, здесь отлично звучат примеры измайловский парк, Латинный остров и так далее. Есть еще Бицепский лес, где огромные куски леса, гораздо больше, чем Ульяновский лесопарк, сохранены. А здесь мы хотим имеющееся природное богатство, ради которого мы переехали в этот новый район, быстренько разрезать трассами в угоду интересам коммерческих структур. Значит, здесь происходит следующее. Здесь сейчас происходит популяризация проекта, который пытается продать жителям ради интересов коммерческих структур. Теперь по поводу данной схемы. Здесь мы видим на схеме солнцебута видная куча вот этих желтых линий. Можно вопрос? Желтые линии. Желтые линии. Что такое желтые линии? Это панель или эстакады? Желтые линии проектируемые дороги вообще. Вот там, где солнце будто видно пересекается с Борским шоссе. Это эстакада или туннель? Эстакада. Мы уже с вами это, кажется, обсуждали. Спасибо обнаруживая техническую ошибку. Мы вам очень признательны. Дорога Рассказка-Московский имеет несколько пересечений в одном уровне с новыми дорогами, которых раньше мы никогда не обсуждали и видели первые на схеме. Значит, предложение. Вот я их изложил подробно в экспозиции. Еще раз повторю. Предложение. Значит, рассмотреть по дороге Рассказки-Московский пересечения вот с этими пересекающими и грабящими лес дорогами в разных уровнях. Потому что, как здесь правильно выступал Михаил, да, здесь вот я его послушал. Это еще одна провокация хрупок на этой единственной дороге. Я говорю один. Значит, следующий момент. Следующий момент. Вот по поводу леса. Да, по поводу леса. Что мы видим в этом лесу помимо жилищных комплексов? Последнее предложение. Мы видим несколько серых пятна, которые относятся либо к складам, либо к каким-то общественным центрам. И нам утверждают, что там лес не растет. На самом деле, если мы сейчас выйдем и поедем на эту местность, там лес есть. То есть, хочу задать вопрос господину Леоненко, который присутствует в этом зале, и господину разработчику. По поводу транспортной нагрузки. Вот когда разрабатывалась эта схема, которую мы сейчас смотрим, какие параметры транспортной нагрузки вообще учитывались? И учитывались ли замечания жителей на слушаниях по транспортным схемам и по сути на практике ленировки? Спасибо. И еще один момент. Спасибо, Марсин. Вопросы услышаны. Будут ли проводиться слушания для жителей поселения Внуковское по проекту планировки транспортного Будовидного? Спасибо, Максим Дмитриевич. Переделки на переделки не ходят. Спасибо. Я в комментариях большее мы столько времени на него тратить. Значит, ваши предложения, они внесены были уже в журнал, да, то есть в экспозиции. можно разработчик обеспечить? Я с вами подворю раз вы задали много вопросов, давайте тогда останемся с разработчиками и потом обсудим. Давайте будем участвовать дальше. Пожалуйста. Нет, 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 вот сюда подожди. Добрый день, Парфон Кирилл, сотрудник ГИНС района. Но у нас полностью такого щедряная дороги две проблемы. Сейчас мы обсуждаем проблему строительства школ, детских садов, а все в шую сторону на дороге. По-моему, это надо разделить на две разницы, так и будем до утра обсуждать что здесь не должно обсуждаться. Что касается, конечно, этого микрорайона, ну, изначально надо было думать о том, что прежде чем строить дома, надо было обеспечить всю эту структуру. И так как этот проект все-таки предусматривает исправление ошибок, я все понимаю, Мортона, то надо его утвердить. У нас привык в поле число построить дома, быстренько продать квартиры, а дальше к ним подводятся дороги, встроятся все эти самые структурные подразделения. Слава Богу, что наконец-то до этого дошло государство и учитывая тот момент, что это все идет за счет бюджета города, чего нам здесь, так скажем, еще обсуждать. Единственное мое предложение, чтобы не случилось так же, как с Мортоном с данной организацией. Есть ли какой-нибудь контрольный орган, который будет контролировать сроки строительства всех этих объектов и как можно быстрее надо начинать. Спасибо. Я думаю, что присутствие этих зала сейчас никто не отрицает, что дороги действительно нужны. И что действительно, как правильно заметил выступающий, сейчас решаются все проблемы, которые накопились с годами. Но не получается сейчас без дорог развиваться территорией. Да, могут быть какие-то вопросы, отклонения, поэтому мы обсуждаем, выбираем мнение жителей. Но дороги строить необходимо. Без дорог сейчас никуда не деться. Здравствуйте, Петалец и Ольга, житель Солнцева парка. Мы уже довольно долго здесь интересны, очень обсуждаем этот проект. Проект замечательный. Я, как житель Солнцева парка, конечно, смотрю на картинку и живя сейчас в стройке, только надеюсь, что этот проект будет реализован и, конечно, как светлое будущее выглядит. Хочется поддержать, что необходимо строительство физкультурных объектов, потому что у нас район молодой и, конечно, сроки, сроки реализации. Хочется пожелать, чтобы в скорейшем времени все это было реализовано. Спасибо. Спасибо. Мы уже уступали. Давайте тогда в черном. По второму разу не надо. Ты что, дорожишь, регламент, туда. Вот. Я как раз тоже хотел поддержать проект, потому что, как говорится, что тут смотреть, дареному коню в рот не смотрят. В общем-то, то, что делается, будет создаваться социальная инфраструктура, это замечательно. На самом деле, я тоже услышал обсуждение все за проект. Единственное, у нас тонкое место получается проводить дорогу или нет. Но это, я так понимаю, закладывается как резерв главного командования, то есть, руководство. То есть, когда возникнет острая необходимость в транспортной инфраструктуре, будет в голове видно, что наш микрорайон захлебывается, то тогда как раз и будет предложено сделать, то есть, уже будет в проекте это место заложено. Вот. Ну, и такое же предложение конкретное по тогда транспортной организации. Если будет эта дорога все-таки сделана, да, у нас вот это вот через лес пройдет, то по Петляково все равно надо будет оставить одностороннее движение. И это убьет все опасения о том, что эта дорога станет транзитной и так далее. То есть, она будет четко служить именно для выезда наших жителей. Вот и все. На самом деле, я не поддерживаю вашу идею. Я считаю, что вот эта дорога, она получается исключительно для пользования микрорайона. То есть, транзитный транспорт через микрорайон не поедет. Пойдем домой. Ну, предлагаю как бы три вопроса еще. Не могу не дать слово Александру Александровичу. Уважаемые друзья, я вот много вертится опять вокруг дорог, хотя это не самое основное, что предлагалось в плане планировки территории. Но я скажу, вот предлагали, давайте расширим Рассказовки, а я вам скажу, что год назад жители Рассказовки просили вообще закрыть эту дорогу, чтобы через них не ездили. У них тротуаров нету, по дорогам ходить, едет огромный транспорт. Почему-то сейчас вот туда давайте все направим, а здесь не будет. Ведь это делается для вас. Любая дорога. Я тут смотрел, как развивалась территория за последние 200 лет. Появляется населенный пункт, от него идет дорога. Населенный пункт пропадает, а этой дороги нету, зарастает лесом. Ну, жизнь это дорога. Вы хотите отказаться, или пусть она проходит. Тут выступают в основном жители 25-го дома по Петляково, потому что они боятся, от нас будет идти и нам будет неудобно. И они не думают, что всему поселку неудобно, если этой дороги не будет. И давайте закроем тему с этими дорогами, потому что это не предмет данного рассмотрения. Проект планировки территории, он учитывает все, что здесь будет, а дорога только одна небольшая часть. И строить ее будут тогда, когда вы попросите, когда вы будете задыхаться, не сможете выйти, вот тогда коридор есть и по ним его будут коридор сделать. Спасибо. Добрый вечер, вы Микулина, поселение в Муковское. У меня вопрос такой, предыдущий, а почему при строительстве дорог, при проектировании их строительства были учитаны варианты, которые врубают, по сути, очень большую часть лесных территорий. И тем самым решают Москву и снова кольца. Просто это означает ровно то, что климат в Москве и в ближайшем Подмосковье будет сильно изменен, потому что температуры будут очень резко меняться, потому что влажность будет очень низкой. Просто были ли учтены экологические экспертизы проекта данные аргументы. А также у меня большая просьба к ведущим ответить на вопросы Максима Яблокова. Он не задавал, а на них ответы, к сожалению, не прозвучалось. Спасибо. Это не вопрос. Спасибо за вопрос. Значит, то, что касается вырубки, я уже пытался вам объяснить, да, то, что мы сейчас пытаемся устранить те недостатки развития и те ошибки в расчетах, которые были сделаны в Московской области. То есть были запроектированы отдельные застройки, они не имели между собой связи, и вот что привело к коллапсу на дорогах. Поддерживание этого коллапса дальше, то есть я не думаю, что он улучшит экологическую ситуацию от того, что мы будем стоять в пробках и будем стоять по много часов. И вот те обращения, которые сейчас поступают уже от жителей, да, вот в том числе вот от жителей Солнцевого парка, то есть почему мы не можем обеспечить проезд автобусов в метро Салариево. Почему на автобусе приходится добираться от 40 до 60 минут? Потому что вот этот транспортный каркас не работает. И когда машины стоят, соответственно, негативного воздействия оказывается гораздо больше. Крайний вопрос. Договорились три вопроса и конец. Господа, я житель улицы авиаконструктора Петлякова, очень много говорили, что мы больше всех тут волнуемся. Да, мы, конечно, тоже волнуемся. Но я хочу сказать, ну вот мы странные все люди здесь собрались. Вот нам не нравилась точечная застройка. Строили огромные дома, и вот приедут люди, нам там будет плохо от них жить, они там всю территорию нашу займут. Теперь перешли к застройке социальной. Нам дают школу, нам дают садик, нам улучшают наши парки, убирают эту вонючку, в которой вообще дышать невозможно. Я не знаю, я хожу, все время к себе принюхиваюсь, не от меня лето пахнет, а это в атмосфере пахнет. Это пахнет в атмосфере, когда сюда приезжаешь домой, вот это вот все время нюхают. И нам хотят предложить и велосипедные дорожки, и такую структуру. Может быть, действительно, вот учитель сказал, что может действительно получится с бассейном вопрос решить. Лес почистят, белки-зайки тут всякие будут бегать. Кто-то очень хочет много природы, но давайте в себе, ребята, вперед. Вы все хотите жить в большом столичном городе и без инфраструктуры, без культуры, без жизни. Пока что-то про дороги. Я сама не автомобилист, но у меня в семье есть машина. Но я не ставлю это во главе угла. Вот как я буду там заезжать, подъезжать, а какими мы обложимся? Ну не может быть жизни без дороги. Правильно было сказано еще до нас, что любая дорога ведет к храму. Я посмотрела в проекте, там вот строительство, это улучшение, храм у нас будет. Ну хоть немножко, может, душу свою почистим. А мы все сесть, загазовать, поедем. Где мы завернем? Куда мы завернем? Ну уж как-нибудь доедем. Были бы дороги. Как без дороги жить в городе? Опять же, вы на столицу не забывайте. Нам при поплевании эту новую Москву, старой Москве, мы ставим все жители старичные. Ну давайте себя вести как старичные жители. Они как сельские колхозники, все мы про своих. Огород мой. Как же вдруг тут мне пошумят немножко. Ну пошумят, ну что же делать? В Сибирь, пожалуйста, там тихо и хорошо. Давайте заказим. Пойдемте домой. Неужели мужья иные жутки в Удана? Неужели детишки, внуки не хотят увидеть своих бабушек и дедушек? Пошли уже по домам, господа. Как можно? Ну что, вопросы в принципе они сейчас повторяются. Я предлагаю публичные слушатели по проекту планировки территорий вблизи деревни Лапшинка, Шельбутного, Пысына, считать закрытыми. Еще раз повторяю, что все вы имеете возможность в течение 7 дней подготовить и направить свои предложения и пожелания в адрес окружной комиссии по городу строительства, землепольнике и застройке. Спасибо всем за участие в нашем собрании. Спасибо. Хочет себе и казать ближе. Хочет сказать ехать обратно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok